Друг с другом. Вы знакомились друг с другом. Это строит взаимоотношения, взаимоскрепляющие связи. И это очень важно в нашей жизни как общине. Хорошо. Благословляю вас всех и спасибо вам большое. Мы можем начать. А вы Валентина позвали? Все. Все дожди. А Валентинка снимает. Да. Вот видите, что кто-то же должен снимать. Как я уже сказал, одним из приоритетов является взаимоотношения. И за этими развивающимися взаимоотношениями они постоянно должны обновляться, и за ними нужно присматривать. Идея не в том, чтобы вы просто чувствовали себя хорошо. А есть также функции, которые не только в этом заключаются. Связь между локальными лидерами, поместными лидерами. Это понимание, которое речь идет о деньгах. Это то, что приносит нам успех и плод. Вам нужны эти взаимоотношения, чтобы побеждать все обстоятельства, с которыми каждая церковь сталкивается. Если вы знаете друг друга, если вы любите друг друга, вы знаете, что вы можете доверять друг другу. Если что-то будет против вас идти, вам это позволит проходить эти обстоятельства. Это является самой важной мотивацией во всех посланиях, которых писал Павел. Когда вы читаете его послание, вы видите, что он имеет отношение или решает разные ситуации, проблемы и трудности. К сожалению, в современной церкви важность взаимоотношений, она в тени церковной структуры. Это, возможно, вторая причина, по которой не обращают внимания на дар апостола. Модель церкви, в которой есть взаимоотношения друг с другом, должен рассматриваться как семья. Да, мы часто говорим, что мы братья и сестры. Но живем ли мы так, как братья и сестры? Или мы отделяем друг от друга? Естественно, в каждой семье есть ситуации, где вы не согласны друг с другом. Но в моей, можно сказать, мирской, в моей мирской, естественной семье, у меня есть один брат. И мы всегда имели сложности в наших взаимоотношениях. Но он до сих пор мой брат. Если что-то происходит, он звонит мне. Даже если ему не нравится то, что я ему буду говорить. В этом же смысле, скорее всего, я и не звоню ему. Но я до сих пор о нем забочусь. Он для меня важен. Вот о чем я говорю. О таком типе взаимоотношений. В Западном мире мы имеем такую церковь, как корпорация, нежели как семья. И вот по этой причине у нас много таких христианских организаций в церковных кругах. Где вы имеете такой исполнительный комитет директора. Многие церкви, они действуют как компании, нежели как семьи, которые вместе. Поэтому у нас есть президенты. У нас также есть разные такие названия. Потому что мы забыли о апостольском служении, которое приводит взаимосвязь, разные служения. Когда апостольское служение, оно не передает служение от поколения к поколению. Оно нацелено, чтобы создавать новое поколение. Это о репродукции. Это как семья. Мы хотим, чтобы было рождение. В установленных церквях церкви управляются епископами или другими служителями. Эти позиции, они созданы для выражения апостольского дара. Но, к сожалению, многие такие позиции, эти позиции занимают люди, у которых нет апостольского дара. Они бизнесмены. Они заботятся о том, чтобы делать пророчества так или иным способом. Не пророчества, а достижения. И одно из таких достижений – это иметь определенное количество людей в их собрании. Я очень часто принимал участие в конференции пасторов. И одно из таких вопросов, которые мне не нравилось, я нервничал. Сколько у тебя людей в собрании? Это для них определение успеха. Но речь не идет о том, сколько людей в служении, которые служат. А это апостольское видение. Оснащение людей, приведение их в правильные условия, состояния. Это не о количестве. И о том, сколько у вас людей. Иногда, когда они задавали мне такой вопрос, я отвечал, что у меня нет церкви. У меня собрание людей. Это совсем другой подход, идея. Нам нужна организованность, нам нужна структура. Но нам нужно иметь взаимоотношения, которые выше этого. Но, к сожалению, очень быстро эти вещи поменялись местами. И люди для того, чтобы поддерживать структуру, вместо того, чтобы структура поддерживала людей. Если вы вовлечены в такой тип структуры, я говорю о церковной структуре, нам нужно вдохновлять тех людей, которые хотят иметь пиццу вместе, вместе, которые хотят иметь взаимоотношения друг с другом. Но чтобы люди не посещали собрания, чтобы увидеть, как проповедуют, но чтобы можно было узнать людей. Построение взаимоотношений и доверия – это должно быть целью. Семейная связь между апостолами и церквью должна быть важной частью. И это оттуда, откуда истинная апостольская власть приходит. И это не от того, от правил, и от того, когда говорят, что как нужно исполнять дела. Это когда становятся отцом. И когда таким образом они смотрят за вами. Иногда они могут понимать апостольство. Но они должны проектироваться, как духовный отец для них. И это откуда их власть приходит. Это не от того, что люди называют их апостолами или боятся их. Но это когда они видят, что тот человек будет стоять за них. Это также должно быть такое желание высвобождать духовные дары и соединять людей вместе в такие семейные взаимоотношения. Те, которые имеют апостольский дар, они заботятся более глубже о людях. Они заботятся о них очень сильно. И они хотят наилучшего для них. Они хотят, чтобы большее количество было вовлечено в служение. Но только как и апостол должен это делать, и также в церкви должны быть такие люди, которые будут приводить такие исправления и вдохновения для людей. Но это не всегда просто. А апостольский дар приходит с ценой. И очень часто это честность. Не все понимают. Лонлисть, как... Лонлиность. Это верность. Быть... Фейсфул. Быть фейсфул. Нет, нет. Это значит, что они... Они очень часто чувствуют себя alone. Они не чувствуют себя с ними. Это платится ценой, когда они чувствуют одиночество, потому что они не чувствуют, что вместе с ними есть люди. И по той еще причине, потому что они идут в те места, где раньше никого не было. И там возникает опасность, что нет возможности взять ответственность за свою духовную жизнь. И иногда получается так, что нужно делать больше, чем ты следовал бы делать. И очень часто люди с апостольским даром, они обеспокоены церковной структурой. Они считают, что они ограничены структурой и тем, что она не позволяет им что-то делать. И еще раз, это происходит потому, что мы не понимаем, что означает апостольство, и оно непринимаемо. Итак, мы нуждаемся в апостольстве, в даре апостольства. Нам нужно научиться распознавать его. И тут также нам нужно понимать тех людей, которые исполняют этот дар, и помочь им. И мы нуждаемся во всех дарах, которые Бог имеет для нас. Я хотел дать вам больше такое расширение учения о апостольстве, чтобы у вас была картина. Я надеюсь, что у меня получилось это сделать. В связи с апостольством, инициатива и поддержка должны поступать от поместной церкви. По той причине, что я приезжал во многие страны и места, когда я приезжаю первый раз, и я собираюсь служить в церкви, и я вначале разговариваю с пастырями и лидерами. И я говорю, я здесь, чтобы вам помочь. Я хочу, чтобы вы понимали, что на этом месте я под вашей властью. Я не для того пришел сюда, чтобы рассказывать, как вам нужно поступать. Если вы зададите мне вопрос, я дам вам ответ. Но нам нужно понимать, что поместная церковь — это управляемое тело. И если они принимают вас, то это дает вам больше возможностей служить в этом теле. Я сюда приезжаю уже больше 11 лет. У меня есть уже такая безграничная свобода. Валентина уже здесь нет. Я могу сделать все, что я хочу. Но он доверяет мне по причине взаимоотношений, которые выросли в течение этих лет. Я живу в его доме. Это то, о чем я говорю, что мы строим взаимоотношения доверия. И потом вы сможете достигать большего. И это нам нужно так же понимать. Если вы хотите начать служение, вы должны принимать для своего собрания то же видение. Это не всегда просто. Но если вы понимаете, что они тянут вас назад, может быть, это не они, по-стоящему тянут вас назад, но Бог. Потому что это еще не время. Опять же, у Бога есть свои времена и сроки. Я понял в течение лет, что если Бог хочет, чтобы я что-то сделал, это произойдет. Может быть, не тогда, когда я считаю, что оно должно произойти, но оно произойдет. И это мой опыт. В Деяниях очень ясно, что именно Святой Дух высвобождал людей для служения. Поэтому нам нужно иметь влияние Духа Святого. Это Он, кто выбирает и отправляет. И как мы читаем в книге Деяний, то отправление не происходило по решению, сделанной людьми, но по направлению от Духа. Поэтому этот Дух освободил Павла и Варнаву для служения, которое им нужно было исполнить. В Антиохе церковь была очень зависима от Павла и Варнавы. Они были очень важными людьми. Не только в том смысле, что они управляли Ей, но в том, что они Ее кормили и помогали Ей. В этом смысле церковь отправила наилучших людей, подготовила, чтобы Евангелие у Ешоа было известно. Очень часто это очень трудное решение для собрания. Для того, у кого есть такое плодовитое служение, внезапно увидеть, что они пропали. И знать, что о том, что Бог хочет послать их куда-то в другое место. Когда мы покинули Бельгию, пожалуйста, поймите меня правильно. я не хочу себя как бы продвигать, я хочу просто объяснить, что произошло. Когда мы покидали церковь, которая была там, они плакали, потому что они были грустны из-за того, что мы покидали, и они знали, что Бог на нас призывает. И это правильный путь. Также примечательно то, что апостолы были разосланы в командах. Павел и Варнава, Павел и Силас однажды. И в много раз мы видим, что они вместе путешествовали. Это также безопасно. Да, могут быть исключения. Иногда Бог посылает кого-то в одиночку. Как я уже очень часто говорю, я таки путешествую один. И вот почему так же важно для меня, чтобы, когда я прихожу в общину, я ставлю себя под покров власти поместной общины. И вот почему очень важно понимать, что мы нуждаемся в покрове, в выслужении. И второй пункт, который мы имеем в этой инструкции по миссиям, это был первый, если вы помните. И мы возвращаемся к тому, что книга Деяний, как инструкция по миссиям, миссионерству. Первый пункт было отправление апостолов, необходимость в апостолов. Второй пункт, это достижение городов. Города, они важны сегодня. Да, истина в том, что мы должны достигать везде. И также мы видим, что очень важно достигать город, центр города. Я молился в течение многих лет, чтобы что-то произошло в Брюсселе. Брюссель — это центр Европейского Союза. Если что-то там происходит, это автоматически будет распространяться на все страны, которые вовлечены. Теперь есть очень много верующих в Европейском парламенте, которые собираются вместе, чтобы молиться. И это уже само по себе чудо. И мы молимся, продолжаем молиться, чтобы что-то произошло. И я молюсь о великом излиянии Духа на эту землю. Я живу вот здесь уже около 30 лет. Я говорю на языке, я знаю людей. И я молюсь, чтобы Бог излил свой Дух. Потому что я знаю, если что-то произойдет там, это очень быстро распространится. Во многих смыслах глаза всего мира, они на Брюссель направлены. Как часто вы слышите об этом в новостях? Очень часто. Особенно в эти дни, которые многие вещи происходят там. И для апостолов было очень... Они очень часто делали свое служение в очень населенных городах. Чтобы был такой эффект распространения на все окружающие территории. Люди, они слышат, что происходит в городе. В следующем году произойдет компания, даже не знаю, как ее назвать. One Hope of Odessa. Это может быть такой, иметь распространяющийся эффект. Я помню, что несколько лет назад у вас был еврейский фестиваль, и у него был такой огромный эффект. И это тоже то, о чем мы должны молиться. Потому что такие вещи, они имеют большой эффект на территории, о которых мы даже представить не можем. Пример того, когда Павел пошел в Эфес, и он ежедневно учил, преподавал в Тиране. Давайте прочитаем об этом в Деяниях, 19 глава, 9 стих. 19, 9. Но, как некоторые уже стучились и не верили в злословие «Путь Господень перед народом». Практика Павла была в том, чтобы в первую очередь идти в синагогу и говорить с евреями там. И тогда, когда они злились, он уходил куда-нибудь в другое место. И это то, что сейчас здесь происходит. А он проповедует в синагоге, но они не хотят его слушать. И они также, как здесь написано, в злословии «Путь Господень». Очень также интересно, что в Антиохии в первый раз верующие были названы христианами. Но это стало таким общим понятием намного позже. Во многих случаях они были известны как «люди пути». И он был в этом месте. Он ушел оттуда. Он взял учеников своих вместе с собой и проводил ежедневные общения в Ешиве в Тиране. Это не было еврейской Ешивы. Это было место обучения. Но у него была возможность использовать это место. Но потом мы читаем в 19 главе Деяния 10 стих 19-10. Это продолжалось до двух лет, так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Ишуа, как иудеи, так и эллины. И мы знаем, как минимум два года Павел провел в этом месте перед тем, как двигаться дальше. Мы также здесь видим по той причине, что он это сделал и он начал в этом месте. И здесь ясно, что то, что он делал, это распространилось по всей Азии, Аси. И также очень понятно, что вот этот мужчина, который по имени Эпофродит пришел к вере через эти лекции. И он посадил церковь в колоссах. Павел писал к этой церкви, но он никогда ее не посещал лично. Он был вовлечен в ее рост. он обучил этого человека, и он это исполнял. Поэтому это эффективная стратегия идти туда, где есть очень много людей. И использовать эту возможность для расширения на месте. Мы должны держать это в уме, но также мы должны идти туда, где раньше не было человека. Оба очень важны. во многих ситуациях это только то, что вы можете делать. И идти туда, где никто не проповедовал Евангелие. Но также мы должны быть очень сознательно осведомлены в достижении городов, где очень много людей. Следующий, третий пункт в нашей инструкции по миссиям это проповедовать Евангелие. И как я сказал, Павел, он в первую очередь фокусировался на синагоге. Деяния 17.2 Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний. Деяния 17.2 Когда Павел был с евреями, он использовал Танах чтобы достигать их. Но также мы должны видеть, как его подход изменялся в соответствии от аудитории. Когда он проповедовал евреям, он цитировал Танах. Но когда он проповедовал неевреям, он пытался установить некоторое общее основание перед тем, чтобы говорить библейские концепции. Возьмем к примеру ситуацию в Деяниях 17 главе. Он был в Афине и он говорил к афинянам. Это не было успешным посланием. Там не было особых уверовавших. Но Лука включает это, чтобы мы могли увидеть, как Павел обращается к язычникам. В его послании к афинянам Павел ссылается на те события, которые произошли в прошлом и на тех поэтов, о которых они знали. Он знал, что в Афинах было землетрясение много лет назад, которое разрушило город и многие здания в нем. Будучи полиэстичными, они предположили, что они расстроили одного из богов. И они задавали вопрос «С кого же?» И поэтому они решили позволить некоторым овцам поиграть на улице. В Афине у них есть статуи всем богам. и они позволили этой овце пойти. И они решили, перед каким памятником овца ляжет, того бога они расстроили. Это может выглядеть странно для нас, но это то, как они это сделали. Однако, овечка, она отказалась ложиться возле кого-то. И они нарисовали линию посредине поля. Что же мы будем делать теперь? Итак, они собрались вместе посоветоваться и они решили, если они до сих пор не знают, какого они бога расстроили, может быть, это тот бог, о котором они забыли. И возможно, он расстроился из-за того, что для него нет жертвенника. Итак, они соорудили дополнительный алтарь и написали на нем неизвестному богу. Павел увидел этот жертвенник, когда он посетил этот город. И он использовал его как фундамент, основания для того, чтобы рассказать свою историю. А рассказать им о Боге, о котором они не знали. И сразу же у него появилась аудитория, слушатели. О, наконец-то мы решим свою проблему. С общей точки зрения он рассказал им о Боге, о котором они не знали и не должны были знать. И о Ишуа, которого этот бог воскресил и поставил судье для человеческого рода. Иногда нам нужна мудрость от бога. Нет, вообще-то всегда. для того, чтобы знать, когда нам что-то делать, что нам нужно сделать, что нам нужно говорить. И это хорошо держать свои глаза открытыми, особенно ваши духовные глаза. кто же вчера был, тот знает, о чем я говорю. Потому что Бог может дать нам вещи, которые мы можем использовать, чтобы достигать людей Евангелия. Есть такая концентрация или обращение внимания на проповедь Евангелия в книге И мы видим, как Дух Святой давал верующим мужество и смелость проповедовать Евангелие. Мы возьмем перерыв. Музыка